послание к евреям святого апостола павла глава 1 бог многократно и многообразно говоривший из древле отцам в пророках в последние дни сии говорил нам сыне которого поставил наследником всего через которого и веки сотворил сей будучи сияния славы и образ ипостаси его и держа все словом силы своей совершив собою ощущение грехов наших воссел одесную престола величие на высоте будучи столько превосходнее ангелов сколько славнейшее перед ними наследовал имя ибо кому когда из ангелов сказал бог ты сын мой я ныне родил тебя еще я буду ему отцом и он будет мне сыном также когда водит первородного вселенной говорит и да поклонятся ему все ангелы божие об ангелах сказано ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь а осыне престол твой боже век века жезл царствия твоего жезл правоты ты возлюбил правду и возненавидел беззакония посему помазал тебя божий бог твой елеем радости более соучастников твоих и вначале ты господи основал землю и небеса дело рук твоих они погибнут а ты прибываешь и все обещают как риза и как одежду свернешь их и изменятся но ты тот же или то твои не кончится кому когда из ангелов сказал бог сидя одесну и меня доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих не все ли они суть служебные духи посылаемые на служение для тех которые имеют наследовать спасение евреям 2 глава посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному чтобы не отпасть ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо и и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние то как мы избежим вознерадев от оликом спасения которая был сначала проповедана господом в нас утвердилась слышавшими от него при засвидетельствовании от бога знамениями чудесами и различными силами и раздаянием духа святого по его воле ибо не ангелом бог покорил будущее вселенную о которой говорим напротив некто негде засвидетельствовал говоря что значит человек что ты помнишь его или сын человеческий что ты посещаешь его немного ты унизил его предангелами славой и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих все покорил под ноги его когда же покорил ему все то не оставил ничего не покоренным ему ныне же еще не видим чтобы все было ему покорено но видим что за претерпение смерти увенчан славой и честью иисус который немного был унижен предангелами дабы ему по благодати божией вкусить смерть за всех ибо надлежало чтобы тот для которого все и от которого все приводящего многих сынов славу вождя спасения их совершил через страдания ибо и освещающий и освещаемые все от единого поэтому он не стыдится называть их братьями говоря возвещу имя твое братьям моим посреди церкви воспою тебя еще я буду уповать на него еще вот я и дети которых дал мне бог а как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял оное дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству ибо не ангелов восприемлет он но восприемлет семя аврамова посему он должен был во всем уподобиться братьям чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед богом для умилостивления за грехи народа ибо как сам он претерпел был искушен то может и искушаемым помочь евреям 3 глава и так братья святые участники в небесном звании у разумеете посланника и первосвященника исповедания нашего иисуса христа который верен поставившему его как и моисей во всем доме его ибо он достоин тем больше славы пред моисеем чем большую честь имеет сравнение с домом тот кто устроил его ибо всякий дом устрояется кем-либо а устроивший все есть бог и моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того что надлежало возвестить а христос как сын в доме его дом же его мы если только дерзновение упование которым хвалимся твердо сохраним до конца почему как говорят дух святой ныне когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших как во время ропота в день искушения в пустыне где искушали меня отцы ваши испытывали меня и видели дела мои сорок лет посему я вознегодовал на он и роды сказал непрестанно заблуждаются сердцем не познали они путей моих посему я поклялся во гневе моем что они не войдут в покой мой смотрите братья чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного дабы вам не отступить от бога живого но наставляйте друг друга каждый день доколе можно говорить ныне чтобы кто из вас не ожесточился обольстившись грехом ибо мы сделали с причастниками христу если только начатую жизнь твердо сохраним до конца доколе говорится ныне когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших как во время ропота ибо некоторые слышавших воздроптали но не все вышедшие из египта с моисеем на кого же негодовал он сорок лет не на согрешивших ли которых кости пали в пустыне против кого же клялся что не войдут в покой его как ни против непокорных и так видим что они не могли войти за неверие и время 4 глава посему будем опасаться чтобы когда еще остается обетование войти в покой его не оказался кто из вас опоздавшим ибо и нам оно возвещено как и тем но не принесло им пользы слова слышанные нерастворенные верою слышавших а входим в покой мы уверовавшие так как он сказал я поклялся в гневе моем что они не войдут в покой мой хотя дела его были совершены еще в начале мира ибо негде сказано о седьмом дне так и почил бог день седьмой от всех дел своих и еще здесь не войдут в покой мой и так как некоторым остается войти в него а те которым прежде возвещено не вошли в него за непокорность то еще определяет некоторый день ныне говоря говоря через давида после столь долгого времени как выше сказано ныне когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших ибо если бы иисус новин доставил им покой то не было бы сказано после того о другом дне посему для народа божий еще остается субботство ибо кто вошел в покой его тот и сам успокоился от дел своих как и бог от своих и так постараемся войти в покой он и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность ибо слово божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого оно проникает до разделения души и духа составов и мозгов и судит помышление и намерение сердечное и нет твари сокровенные от него но все обнажено и открыто перед очами его ему дадим отчет и так имея первосвященника великого прошедшего небеса иисуса сына божия будем твердо держать все исповедание нашего ибо мы имеем не такого первосвященника который не может сострадать нам в немощах наших но который подобно нам искушен во всем кроме греха посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи евреям 5 глава ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение богу что приносить дары и жертвы за грехи могуще снисходить невежествующим и заблуждающим потому что и сам обложен немощью и посему он должен как за народ так и за себя приносить жертвы о грехах и никто сам собой не приемлет этой чести но призываемый богом как и аарон так и христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником но тот кто сказал ему ты сын мой я на ней родил тебя как и в другом месте говорит ты священник вовек по чину мельхиседека он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение хотя он и сын однако страданиями навык послушанию и совершившись сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного был наречен от бога первосвященником по чину мельхиседека а всем надлежало бы нам говорить много но трудно истолковать потому что вы сделались неспособны слушать ибо судя по времени вам надлежало быть учителями но вас снова нужно учить первым началом слова божие и для вас нужно молоко а не твердая пища всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды потому что он младенец твердая же пища свойственно совершенным у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла евреям 6 глава посему оставив начатки учения христова поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в бога учению о крещениях о возложении рук о воскресении мертвых и о суде вечном и это сделаем если бог позволит ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками духа святого и вкусивших благого глагола божий сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием когда они снова распинают себе сына божия и ругаются ему земля пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак полезный тем для которых и возделывается получает благословение от бога а производящая тернии и волчцы негодно и близка к проклятию которого конец сожжения впрочем о вас возлюбленные мы надеемся что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения хотя и говорим так ибо не неправеден бог чтобы забыл дело ваше и труд любви которые вы оказали во имя его послужив и служа святым желаем же чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца дабы вы не обленились но подражали тем которые верой и долготерпением наследует обетование бог давай обетование аврааму как не мог никем высшим клясся клялся самим собой говоря истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя и так авраам долго терпев получил обещанное люди клянутся высшим и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их посему и бог желая преимущественнее показать наследником обетования непреложность своей воли употребил в посредство клятву дабы в двух непреложных вещах в которых невозможно богу солгать твердое утешение имели мы прибегшие взяться за предлежащую надежду которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу куда притечию за нас вошел иисус сделавшись первосвященником навек по чину мелхиседека евреям 7 глава ибо мелхиседек царь салима священник бога всевышнего тот который встретил авраама и благословил его возвращающегося после поражения царей которому и десятину отделил авраам от всего во первых по знаменованию имени царь правды а потом и царь салима то есть сарь мира без отца без матери без родословия не имеющий ни начала дней ни конца жизни уподобляясь сыну божию пребывает священником навсегда видите как велик тот которому и авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих получающие священство из сынов ливийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа то есть со своих братьев хотя и сии произошли от чресл авраамовых но сей не происходящий от рода их получил десятину от авраама и благословил имевшего обетование без всякого же прикословия меньший благословляется большим и здесь десятины берут человеки смертные а там имеющие себе свидетельство что он живет и так сказать сам левий принимающий десятины в лице авраама дал десятину ибо он был еще в чреслах отца когда мелхиседек встретил его и так если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства ибо с ним сопряжен закон народа то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину мелхиседека а не по чину аарона именоваться потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона ибо тот о котором говорится сие принадлежал к иному колену из которого никто не приступал к жертвеннику ибо известно что господь нашего сиял из колена иудина о котором моисея ничего не сказал относительно священства это еще яснее видно из того что по подобию мелхиседека восстает священник иной который таков не по закону заповеди плотской но по силе жизни не пристающий ибо засвидетельствована ты священник во век по чину мелхиседека отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности ибо закон ничего не довел до совершенства но вводится лучшая надежда посредством которой мы приближаемся к богу и как сие было не без клятвы ибо те были священниками без клятвы а сей с клятвою потому что о нем сказано клялся господь и не раскается ты священник вовек по чину мелхиседека то лучшего завета поручителем соделался иисус притом тех священников было много потому что смерть не допускала пребывать одному а сей как пребывающий вечно имеет и священство неприходящее посему и может всегда спасать приходящих через него к богу будучи всегда жив чтобы ходатайствовать за них таков и должен быть у нас первосвященник святой непричастный злу непорочный отделенный от грешников и превознесенный выше небес который не имеет нужды ежедневно как те первосвященники приносить жертвы сперва за свои грехи потом за грехи народа ибо он совершил это однажды принеся в жертву себя самого ибо закон поставляет первосвященниками человеков имеющих немощи а слово клятвенное после закона поставила сына на веки совершенного евреям 8 глава главное же в том о чем говорим есть то мы имеем такого первосвященника который воссел одесну и престола величия на небесах и есть священно действователь святилище и скини истины которую воздвиг господь а не человек всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв а потому нужно было чтобы и сей также имел что принести если бы он оставался на земле то не был бы и священником потому что здесь такие священники которые по закону приносят дары которые служат образу и тени небесного как сказано было моисею когда он приступал к совершению скинии смотри сказано сделай все по образу показанному тебе на горе но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее чем лучшего он ходатай завета который утвержден на лучших обетованиях ибо если бы первый завет был без недостатка то не было бы нужды искать место другому но пророк укоряя их говорит вот наступают дни говорит господь когда я заключил с домом израиля и с домом иуды новый завет не такой завет какой я заключил с отцами их в то время когда взял их за руку чтобы вывести их из земли египетской потому что они не прибыли в том завете моем и я пренебрег их говорит господь вот завет который завещаю дому израилеву после тех дней говорит господь вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их богом а они будут моим народом и не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего говоря познай господа потому что все от малого до большого будут знать меня потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более говоря новый показал ветхость первого а ветшающие и стареющие близко к уничтожению евреям 9 глава и первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное ибо устроена была скиния первая в которой был светильник и трапеза и предложения хлебов и которая называется святое за второе же завесой была скиния называемая святое святых имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета где были золотой сосуд с манною жезл ааронов рассветший и скрижали завета а над ним херувимы славы имеющие очистилище о чем не нужно теперь говорить подробно при таком устройстве в первую скини всегда входит священники совершать богослужения а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови который приносит за себя и за грехи неведения народа сим дух святой показывает что еще не открыт путь во святилище доколе стоит прежняя скиния она есть образ настоящего времени в которое приносятся дары и жертвы не могущие сделать в совести совершенным приносящего и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами относящимися до плоти установлены были только до времени исправления но христос первосвященник будущих благ придя с большей совершеннейшей скинию нерукотворенную то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных добы чисто было тело то кальми пачи кровь христа который духом святым принес себя непорочного богу очистить совесть нашу от мертвых дел для служения богу живому и истинному и потому он есть ходатай нового завета дабы вследствие смерти его бывшие для искупления от преступлений сделанных первом завете призванные к вечному наследию получили обетованное ибо где завещание там необходимо чтобы последовала смерть завещателя потому что завещание действительно после умерших оно не имеет силы когда завещатель жив почему и первый завет был утвержден не без крови ибо моисей произнося все заповеди по закону перед всем народом взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленое и сопом и окропил как самую книгу так и весь народ говоря это кровь заветах который заповедал нам бог также окропил кровью и скини и все сосуды богослужебные да и все почти по закону ощущается кровью и без пролития крови не бывает прощения итак образы небесного должны были ощущаться сими самое же небесное лучшими сих жертвами ибо христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное но в самое небо чтобы предстать ныне за нас перед лице божие и не для того чтобы многократно приносить себя как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью иначе надежало бы ему многократно страдать от начала мира он же однажды концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею и как человеком положено однажды умереть а потом суд так и христос однажды принеся себя в жертву чтобы поднять грехи многих во второй раз явится не для ощущения греха а для ожидающих его воспасения послание к евреям десятая глава закон имеет тень будущих благ они самый образ вещей одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми никогда не может сделать совершенными приходящих с ними иначе перестали бы приносить их потому что приносящие жертву было очищено однажды не имели бы уже никакого осознания грехов но жертвами каждогодно напоминается о грехах ибо невозможно чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи посему христос входя в мир говорит жертвы и приношения ты не восхотел но тело уготовал мне все сожжение и жертвы за грех не угодно тебе тогда я сказал вот иду как в начале книги написано мне исполнить волю твою боже сказав прежде что они жертвы не приношения не все сожжение не жертвы за грех который приносится по закону ты не восхотел и не благо изволил потом прибавил вот иду исполнить волю твою боже отменяет первое чтобы постановить второе по сей-то воле освященным и единократным принесением тела иисуса христа и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы которые никогда не могут истребить грехов он же принеся одну жертву за грехи навсегда воссел одесну и бога ожидая затем доколе враги его будут положено в подножие ног его ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых а всем свидетельствует нам и дух святой ибо сказано вот завет который завещеваем после тех дней говорит господь вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их и грехов их и беззаконий их не воспомину более а где прощение грехов там не нужно приношение за них и так братья имея дерзновение входить во свечилище посредством крови иисуса христа путем новым и живым который он вновь открыл нам через завесу то есть плоть свою имея великого священника над домом божиим да приступаем с искренним сердцем с полной верою кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистую будем держаться исповедание упование неуклонно ибо верен обещавший будем внимательны друг к другу поощряя к любви и добрым делам не будем оставлять собрание своего как есть у некоторых обычай но будем увещевать друг друга и тем более чем более усматривайте приближение дня оного ибо если мы получив познание истины произвольно грешим то не остается более жертвы за грехи но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников если отверзшийся законом и севы при друг двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью то скольки к чайшему думаете наказанию повинен будет тот кто попирает сына божия и не почитает за святыню кровь завета который освящен и духа благодати оскорбляет мы знаем того кто сказал у меня отмещение я вас дам говорит господь еще господь будет судить народ свой страшно впасть в руки бога живого вспомните прежние дни ваши когда вы быв просвещены выдержали великий подвиг страданий то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других то принимая участие в других находившись в таком же состоянии ибо вы и моим узом сострадали и расхищение имени вашего приняли с радостью зная что есть у вас на небесах имущество лучшие и неприходящие и так не оставляйте упование вашего которому предстоит великое воздаяние терпение нужно вам чтобы исполнив волю божию получить обещанное ибо еще немного очень немного и грядущий придет и не умедлит праведной верою жив будет а если кто поколеблется не благоволит к тому душа моя мы же не из колеблющихся на погибель но стоим в вере спасению души евреям 11 глава вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом в ней свидетельствами древние верой познаем что веки устроены словом божиим так что из невидимого произошло видимое верой авель принес богу жертву лучшую нежели каин ею получил свидетельство что он праведен как засвидетельствовал бог о дарах его ей он и по смерти говорит еще вера и енох переселен был так что не видел смерти и не стало его потому что бог переселил его ибо прежде переселения своего получил он свидетельство что угодил богу а без веры угодить богу невозможно ибо надобно что приходящий богу веровал что он есть и ищущим его воздает вера иной получив откровение о том что еще не было видимо благоговее приготовил ковщик для спасения дома своего ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере верой авраам повиновался призванию идти в страну которую имел получить в наследие и пошел не зная куда идет верой обитал он на земле обетованной как на чужой и жил шатрах с исааком и иаковом со наследниками того же обетования ибо он ожидал города имеющего основания которого художник и строитель бог верой сама сара будучи неплодно получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила ибо знала что верен обещавший и потому от одного и притом омертвелого родилось так много как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском все сии умерли в вере не получив обетование а только издали видели он и и радовались и говорили о себе что они странники и пришельцы на земле ибо те которые так говорят показывает что они ищут отечество если бы они в мыслях имели то отечество из которого вышли то имели бы время возвратиться но они стремились к лучшему то есть к небесному посему и бог не стыдится их называя себя их богом ибо он приготовил им город верой авраам будучи искушаем принес жертву исаака и имея обетование принес единородного о котором было сказано в исааке наречется тебе семя ибо он думал что бог силен и из мертвых воскресить почему и получил его в предзнаменование верой в будущее исаак благословил иакова и исава верой иаков умирая благословил каждого сына иосифова и поклонился наверх жезла своего верой иосиф при кончине напоминал об исходе сынов израилевых и завещал о костях своих верой моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими ибо видели они что дитя прекрасно и не устрашились царского повеления верой моисей придя в возраст отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом божиим нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение христова почел большим для себя богатством нежели египетские сокровища ибо он взирал на воздаяние верой оставил он египет не убоявшись гнева царского ибо он как бы виде невидимого был тверд верой совершил он пасху и пролитие крови дабы истребитель первенцев не коснулся их верой перешли они черное море как по суше на что покусившись египтяне потонули верой упали стены ерихонские по семидневному обхождении верой рав блудница с миром приняв саглядатаев и проводив их другим путем не погибла с неверными и что еще скажу не достает мне времени чтобы повествовать о гедеоне о вараке о самсоне и фая о давиде самуиле и других пророках которые веру и побеждали царство творили правду получали обетование заграждали уста львов угошали силу огня избегали острия меча укреплялись от немощи были крепки на войне прогоняли полки чужих жены получали умерших своих воскресшими иные же замучены были не приняв освобождения давы получить лучшее воскресение другие испытали поругание и побои а также узы и темницу были побиваем и камнями перепиливаем и подвергаем и пытки умирали от меча скитались в милотих и козьих кожах терпя недостатки скорби озлобления те которых весь мир не был достоин скитались по пустыням и горам по пещерам и ущельям земли и все сии свидетельствование в вере не получили обещанного потому что бог предусмотрела нас нечто лучше дабы они не без нас достигли совершенства евреям 12 глава посему и мы имея вокруг себя такое облако свидетелей свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще взирая на начальника и совершителя веры иисуса который вместо предлежавший ему радости претерпел крест пренебрегший посрамление и воссел одесную престола божия помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими вы еще не до крови сражались подвязаясь против греха и забыли утешение которое предлагается вам как сынам сын мой не пренебрегая наказание господне и не унывай когда он обречает тебя ибо господь кого любит того наказывает бьет же всякого сына которого принимает если вы терпите наказание то бог поступает с вами как с сынами ибо если какой сын которого бы не наказывал отец если же остаетесь без наказания которое всем общее то вы незаконные дети они сыны при том если мы будучи наказываемые плотскими родителями нашими боялись их то не гораздо ли более должны покорить сяцу духов чтобы жить те наказывали нас по своему произволу для немногих дней осей для пользы чтобы нам иметь участие в святости его всякое наказание настоящее время кажется не радостью а печалью но после научным через него доставляет мирный плод праведности и так укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими дабы хромлющая не совратилась а лучше исправилась старайтесь иметь мир со всеми и святость без которой никто не увидит господа наблюдайте чтобы кто не лишился благодати божией чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не сквернились многие чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца который бы как и сав за одну снеть отказался от своего первородства ибо вы знаете что после того он желая наследовать благословение был отвержен не мог переменить мысли отца хотя и просил о том со слезами вы приступили не горе осязаемой и пылающей огнем не ко тьме и мраку и буре не к трубному звуку и глазу глаголов которые слышавшие просили чтобы к ним более не было продолжаемо слова ибо они не могли стерпеть того что заповедуемое было если и зверь прикоснется горе будет побит камнями или поражен стрелою и столь ужасно было это видение что и моисей сказал я в страхе и трепете но вы приступили горе сиону и к ограду бога живого к небесному иерусалиму и тьмам ангелов и к торжествующему собору и церкви первенцев написанных на небесах и к судьи всех богу и к духам праведников достигших совершенства и ходатай нового завета иисусу их крови кропления говорящие лучше нежели авелева смотрите не отвратитесь и вы от говорящего если тени послушав глаголов шоу на земле не избегли наказания то тем более не избежим мы если отвратимся от глаголющего с небес которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание еще раз поколеблю не только землю но и небо слова еще раз означает изменение колеблемого как сотворенного чтобы прибыло непоколебимое и так мы приемли царство непоколебимое будем хранить благодать которую будем служить благоугодно богу с благоговением и страхом потому что бог наш есть огонь поедающий евреям 13 глава братолюбие между вами да пребывает странно любие не забывайте ибо через него некоторые не зная оказали гостеприимство ангелам помните узников как бы и вы с ними были в вузах и страждущих как и сами находитесь в теле брак у всех да будет честен и ложа непорочна блудников же и прелюбодеев судит бог имейте нрав не сребролюбивый довольствие с тем что есть и вассам сказал не оставлю тебя и не покину тебя так что мы смело говорим господь мне помощник и не убоюсь что сделает мне человек поминайте наставников ваших которые проповедовали вам слово божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их иисус христос вчера и сегодня и вовеки тот же учениями различными чуждами не увлекайтесь ибо хорошо благодать и укреплять сердца они яствами от которых не получили пользы занимающиеся ими мы имеем жертвенник от которого не имеют право питаться служащие скини так как тела животных которых кровь для ощущения греха вносится первосвященником во святилище сжигаются вне стана то и иисус дабы осветить людей крови своей пострадал вне врат и так выйдем к нему за стан нося его поругание ибо мы не имеем здесь постоянного града но ищем будущего и и так будем через него непрестанно приносить богу жертву хвалы то есть плод уст прославляющих имя его не забывайте также благотворение и общительности ибо таковые жертвы благоугодны богу повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны ибо они неусыпно пекутся о душах ваших как обязаны дать отчет чтобы они делали это с радостью они воздыхая ибо это для вас не полезно молитесь о нас ибо мы уверены что имеем добрую совесть потому что во всем желаем вести себя честно особенно же прошу делать это дабы я скорее возвращен был вам боже мира воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного господа нашего иисуса христа да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли его производя в вас благоугодно ему через иисуса христа ему слава во веки веков аминь прошу вас братья примите сие слово увещание я же немного написал вам знаете что брат наш тимофей освобожден я вместе с ним если он скоро придет увижу вас приветствуйте всех наставников ваших и всех святых приветствует вас италийские благодать со всеми вами аминь